Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня с новой серии на проекте BlackRussia, то есть CRMP Mobile, то есть CRMP на телефоне. Вся информация, которая вам нужна, есть в описании под видео, но перед началом ролика я хотел бы вас попросить, чтобы вы меня внимательно выслушали, потому что будет очень важная информация. Во-первых, да, действительно я играю на этом проекте, у меня вышло уже 3 серии по этому проекту, сейчас вы будете смотреть 4 серию по данному проекту, и я надеюсь, что вам этот проект нравится. Мне от вас нужна активность, пацаны, потому что проект реально очень хороший, у него очень большие перспективы, потому что за месяц, пацаны, они уже открыли 3 сервака, понимаете? Я считаю, что это очень круто. Вообще, какая фишка у CRMP Mobile проектов? Да, фишка в том, что они практичные, понимаете? То, что ты можешь на работе играть, можешь в школе играть, на балконе, в туалете, где угодно. Ты можешь взять телефон и играть в эту игру где угодно, если у тебя есть интернет. И вот в чем плюс, как бы, данной игры, пацаны. Я вас не заставляю там уходить с обычной CRMP, которая на компьютере, просто хотя бы попробуйте. Хотя бы зайдите, часик поиграйте, и я вам обещаю то, что вам понравится. Да, я уверен, что многие думают, что вот, на телефоне, типа, играть, это неудобно. Да, пацаны, поначалу вам будет неудобно. Я сам никогда не играл на телефоне в игры, как бы, но я поиграл пару дней, и, в принципе, привык, и все хорошо. Поэтому ничего здесь страшного нету, просто зайдите и попробуйте. Также я хотел бы сказать о том, что я в основном играю ночью, это примерно 12 часов по МСК, и я захожу играть на данный проект. Если что, я играю на пятом серваке, поэтому можете заходить, играть вместе со мной. К чему, пацаны, я клоню? Получается, днем я стримы, как бы, не часто делаю, а вы любите стримы ночью, потому что все, в основном, в это время залипают в телефоне, любят там ютубчик посмотреть туда-сюда. Что я вам предлагаю? Давайте вы на этом видео наберете 100 лайков, и я проведу стрим, пацаны. Я буду проводить стримы почти каждый день, если вам эта тема зайдет. То есть, как бы, на компе я не могу стримить ночью по личным причинам, а вот ночью я могу стримить с телефона, где мы будем общаться, играть вместе в GTA CRMP, только на телефоне. Поэтому, если вам нравится такая идея, то возьмите, просто поставьте лайк, ну и можете еще там подписаться на канал, в принципе, если вы не подписаны, потому что я очень хочу 20 тысяч на канале. Вот такое было вступление в начале ролика. Пацаны, вот реально от вас нужна просто поддержка, просто реально поддержка. Возьмите, не поленитесь, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Как бы, этот проект для меня новый, я здесь почти ничего не знаю, как и вы, в принципе. То есть, мы сейчас можем в данный момент вместе развиваться, как бы, можем сидеть в дискорде, я не против, пацаны. Вся информация есть в описании под видео. Вводите мой промокод на втором уровне, за него получите 15 тысяч, это будет хороший старт для вас, чтобы там купить себе скин, либо, возможно, подкопить на машину. С телефона у меня есть возможность стримить каждую ночь, понимаете? И если будет хорошая активность, то я буду это делать. Поэтому, возьмите, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как вы поняли, я вам сегодня покажу самую прибыльную работу для новичка, на которой работал, в принципе, и я. Заработал там 150 тысяч. И сегодня я вам расскажу, как работать на этой работе, что нужно делать. Дал вам некоторые советы, поэтому смотрите видосик. Желаю всем приятного просмотра. Лайки, подписочки, не забывайте видеть мой промокод. Итак, пацаны, что в первую очередь вам нужно? Вам нужно вкачать второй уровень, потому что эта работа доступна именно со второго уровня. Второй уровень можете вкачать очень легко, вам нужно отыграть всего лишь 8 часов. Можете, например, телефон оставить там на ночь, пусть левел качается, либо еще что-то. Я лично телефон оставлял, как бы, и качал уровень таким образом. Потом вам нужно, получается, устроиться именно на эту работу в администрации поселка, области. Ну, короче, вы поняли. В администрацию вам нужно устроиться, пишите GPS, потом убираете важные места. И вот правительство, самое первое, просто вот на GPS отмечаете. Оно, если что, находится в Арзамасе. Просто заходите в это здание и там устраиваетесь на работу. Так, вот у нас есть водитель автобуса, получается, со второго уровня вы устраиваетесь на рейтинг автобуса. Заново пишите GPS, чтобы найти у нас стоянку автобусов. Потом убираете по работе и вот здесь, получается, вот четвертый пункт, бежащие места стоянки такси автобуса. Нажимаете отметить и все, в принципе, как бы, здесь, ну, недалеко находится, можно спокойно добежать. Конечно, жизнь просто кипит на проекте, реально, просто, очень много людей. В 10 раз заходишь по МСК, уже сервак забитый, чтобы вы понимали. Но затем можно, как бы, спокойно там, буквально минуту, минуту-две ждешь и спокойно заходишь в игру. Вот видите, здесь, пацаны, автобус ловят. Мне кажется, мы его тоже будем долго ловить. Мы его будем тоже долго ловить. Именно вот здесь его нужно брать. Вот так, короче, надо здесь дрочиться, дрочиться, чтобы взять этот автобус. Это, конечно, геморрой, пацаны, жесткий его словить этот автобус. Прям геморрой конкретный. Поэтому вот так туда-сюда бегайте, просто пытаетесь его взять. Я вчера так тоже ночью автобус словил, в принципе. А тут ездит еще стоянка. О, пацаны, словил. Словил автобус, отлично. Ставим, короче, 50 за этот. Так, потом Батырево. Что вы делаете в первую очередь? Пристегиваете ремень, обязательно просто. Заводите двигатель. Ну куда? Ну нахера ты это делаешь? Ну дебил просто. Ну реально дебил. О, все, закрыл машину, отлично, пацаны. Вот так вот вы делаете. Смотрите, сначала садитесь в автобус. Пристегиваете ремень, заводите двигатель, включаете фары. Закрываете, чтобы вас так не выкидывали. И берете, работаете. На красный приезжать нельзя, потому что за них дается штраф. 400 рублей. Поэтому я вам не советую этого делать. Я, пацаны, заработал. У меня скрины есть на телефоне, кстати. У меня есть скрины на телефоне, как я работал. Может видос ставлю, в принципе. Но давайте сейчас один круг проедем. И я вам скажу, сколько я, в принципе, заработал денег. Но работа реально не сложная. Работа очень простая. И мне она сильно понравилась. Типа, ну вообще ничего сложного нет. Я всегда маршрут выбираю, получается, именно Арзамас Батырево. Не знаю почему, но типа, мне кажется, Вьюшку сильно далеко будет ездить. Хотя, возможно, там больше платят. Ну, а я вчера ночью, точнее сегодня ночью катал чисто по этому маршруту постоянно. Работа прям, ну, просто едешь. Просто едешь и все. Кстати, когда вы берете, получается, вот эту машинку, у вас дается 40 литров. 40 литров хватает почти на три круга, если что. Давайте, короче, я, наверное, проеду круг. И уже вам покажу, сколько я заработал. Потому что всю дорогу показывать нету никакого смысла. Смотрите, на остановках вот эти метки есть. Они, получается, вас фризят. И вы ничего не можете сделать. То есть вы катитесь дальше. Поэтому советую на таких метках скорость как бы сбрасывать. Потому что вы можете улететь в воду, как я это сделал вчера в Батырево. Кстати, пацаны, мой очень огромный совет, это ездить от первого лица. Это очень удобно, пацаны, прям очень удобно. Поэтому всем советую ездить именно от первого лица. Все, пацаны, я еду, получается, рейс этот полностью. И потом покажу, сколько я получил за рейс. Блядь, ну это пизда просто, пацаны. Движение ебанутое какое-то, блядь. Меня уже въебали 300 раз. У меня было 100% у машины. Меня просто выебали, понимаете? Меня просто выебали. Это пиздец, реально. Я извиняюсь за мат, но днем работать это ад просто. Это просто жопа. В Батырево там столько людей, столько машин, столько автобусов. Все таранят, подрезают. Только что по встречке у меня чувак летел. Пацаны, это просто жесть, реально. Днем не советую работать вообще. Днем лучше не работать. Работайте ночью. Потому что я работал ночью, мне было заебись. Потому что, ну, людей были, но не сильно так и много было. А тут в Батырево заезжаешь, там просто пизда, пацаны. Там просто одни скутеры, автобусы. Это жопа просто. Вот что это такое, блядь? Он назад не смотрит, вообще я вижу, блин. Я, конечно, все понимаю, но к такому жизнь меня не учила. У меня просто автобус, все, ему жопа, реально. Я днем не буду больше работать, я буду лучше работать ночью. Кстати, я уже вкачал третий уровень, буквально пару минут назад. И это очень даже неплохо. Кстати, рейс у нас занял. Блядь, как это, блядь, пизда просто. Все, я автобус сломал. Сука, какие просто люди, блядь. Просто, блядь. Ой, блядь, господи, помилуй. Так, почини, почини меня, пожалуйста. Я первый раз в голосовой чат пишу вообще. Ой, в голосовой чат. В чат вообще пишу. Боже, блин, встали на дороге. Я из-за них разбил свой автобус. Я просто днем не особо играю. Ну, я вообще днем не играю на Блэк Раша. Я играю только ночью. Днем здесь, конечно, происходит полная жопа, пацаны. Блин, механик, если я надежда на тебя, если не ты, то все. Это Габелла просто будет. Потому что мне осталось тут приехать, ну, три чекпоинта. Он просто уехал. Он тупой или слепой, я не понимаю. Почини, блин, меня, почини, блядь. Или ты слепой, блядь. Боже, почему, почему я так страдать должен, блядь. Короче, рейс занимает примерно 15 минут. Если не попадать в аварии, как делал это я. 15 тысяч за рейс мы получили. Короче, 15 минут получается рейс. То есть за час мы заработаем 60 тысяч. Работа, пацаны, очень хорошая. Мне понравилось. Я ночью работал, вообще по кайфу. Надел наушнички, бузончик рубил и поехал просто, поехал. Ну, надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В следующей серии, скорее всего, увидите новую работу. Автогонщик, потому что я прокачал третий уровень. Поэтому ждите новую серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok